Дух огня снова в Югре. Международный фестиваль кинематографических дебютов проходит в Хантамансиске с 2003 года. За это время фестиваль стал тем, без чего уже невозможно представить столицу Югры. Звездные гости, мастер-классы для молодых кинематографистов, деловые встречи и, самое главное, кино. Много кино. Первые пробы пера в коротком метре и полнометражные полотна дебютантов. Спецпоказы еще не вышедших в прокат картин и конкурс микрофильмов. В 2024 году фестиваль посвящен особому языку национальной кинематографии. В основной программе российские фильмы и номинанты международного конкурса из Бразилии, Индии, Ирана, Кыргызстана и Казахстана. Еще за день до старта фестиваля в Нижневартовске и Сургуте состоялись мастер-классы от режиссера из Китая Бая Джи Циана и показ детского фильма «Как отец и сын». Картина, участник фестивальной программы киноработ для детей и юношества «Твое кино». Мы впервые в России. Россия всегда была другом для Китая, поэтому мы в восторге, мы счастливы принять участие в этом кинофестивале и очень благодарны за эту возможность. А в Сургуте в рамках фестиваля состоялся предпремьерный показ картины режиссера Серика Бейсео «Идентификация», что особенно примечательно именно в этом югорском городе и проходили съемки киноленты в прошлом году. Этот фестиваль уже такой, можно сказать, с хорошей историей. Я о нем много слышал. Сам первый раз, честно говоря, на него попал, но многие мои коллеги были, получали призы и всегда отзывались с большим восторгом. Мне было интересно приехать, потому что здесь обычно собирается очень интересная программа и действительно мне больше хотелось посмотреть, честно говоря, другое кино. Я, конечно, не думаю никакой победы, мне это не важно. Мне важно просто посмотреть как можно больше хорошего кино. Мы видим благоприятную и успешную судьбу. Мы видим. Это важное слово. Видим. Как оно будет и как оно складывается, мы не знаем, особенно учитывая то, что авторские кинематографы в России переживают не самые лучшие времена. И будем надеяться, что возникнет интерес у дистрибутеров и платформ. Постараемся его подкрепить к какими-то еще другими фестивалями. Кроме огромной кинопрограммы, 22-й кинофестиваль «Дух огня» стал площадкой для деловых переговоров, пленарных сессий и круглых столов. Словом, для налаживания добрых дружеских связей между кинопроизводителями. Участников, гостей и зрителей фестиваля ожидала и культурная программа. Набраться вдохновения можно было и на концерте «Планета Рахманинов» от Оркестра Сургутской филармонии. И на мастер-классах от именитых киномастеров. Своими секретами мастерства с режиссерами-дебютантами делился и президент кинофестиваля «Дух огня» Эмир Кустурица. Нет звезды. Звезды всегда будут без духа огня. Но в духу огня, я думаю, что надо открыть, надо показать и надо знать, что авторы – это основа киноматографа. В завершении настал торжественный момент награждения победителей фестиваля. В конкурсе микрофильмов на тему «Семейные ценности» спецдипломами отметили ханты-мансийцев Дмитрия Пришвицина с фильмом «Семейные традиции Сергея Крякина», а также Оксану Адамчук и Антона Власова с работой «Женька». Лучший зарубежный фильм фестиваля – казахстанская картина «Баурына Салу» Асхата Кучинчерекова. Огромное спасибо жюри, потому что такие мастера отсматривали наш фильм. Это такая честь просто просмотра фильма. И я всех вас волнок и приглашаю. Европейское кино, при всем уважении и поклонении к нему, оно иногда выглядит немножко усталым, а кино из региона, которое было представлено, особенно из Центральной Азии, то, что в России раньше называлось Средней Азией, оно интересно развивается, и его не так часто видишь, где бы то ни было. Награда за лучшую операторскую работу, работу с музыкой, приз зрительских симпатий и «Золотая тайга» за лучший российский дебют у фильма о жизни русской семьи в полуразрушенном войной Абхазском городке. Последняя цена режиссера Наура Гармелии. Неожиданно, это первое впечатление, радостно. Конечно, я рассчитывал что-нибудь выиграть, но не четыре приза. Это прям круто. Спасибо фестиваль. Вы знаете, я не знаю, какие были программы ранее, но могу сказать, что именно конкретно та программа, которая досталась мне, она довольно-таки разнообразная. Было ощущение, что картины действительно из разных жанров, из разных, так сказать, фестивалей. И это было интересно. То есть не было какой-то клишированной, знаете, стандартной формы, где вот есть фильмы, и надо их отсматривать и принимать какие-то решения. Вот такая разнообразная, разношерстная программа, которая довольно-таки весьма интересная, на мой взгляд. Международный фестиваль «Дух огня» объявляем закрыт. 22-й фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» завершился. Но в следующем году он вновь соберет вокруг себя всех любителей киноискусства. Дух огня «Дух огня»